Этот фильм прислала Лена Колесико, моя дочка. У нее есть свой канал и она подкинула фильм. Ну я добавил немножечко с фотографии. Это очень важный фильм, который давно просит меня его показать. Этот фильм о лепке. О том, как сделать форму на лепные изделия. Вот смотрите, вот это все лев, вот эти чаши, это все отливки. Но змея это, ну как давайте модель, это скульптура, которая вылеплена. А это вход в мой дом, который я делал давно. Первый дом, который, вот смотрите, он весь лепной, с гипса сделан. И вот это все формы, которые можно делать самому. Это вот такой вот сокол. Он тоже, он до сих пор у меня есть. Это формы этого сокола. И можно их применять где-то на работе. А это вот мне там 25 лет. Вот такой первый дракон я делал. Эти все работы, они стоят рядом. Лепка, модель. Вот смотрите, вот такие потолки подвесные мы делали в барах в Советском Союзе. Был коммунизм. И по колхозу мы делали такие лепные изделия. Оформляли вот этот бар. Вот так я выглядел. Половина резного, половина отлитого. Еще в виде даже цветных фотографий. Это черно-белые фотографии. То есть у меня громадный опыт. Вот это тоже мой дом, в котором мы делали зеркала. Тогда все это можно только делать вручную. Карнизы, фризы. То есть это делалось там в 88-й год. Давайте так скажем. А это вот тоже лепка. Только это модель назовем. Просто мы ее не формовали. А я просто его вырезал. И вот как вы смотрите, везде лепка. Атлант я делал вручную. Три дня на Атланта, если так я помню. И просто мы его установили. А можно было сделать форму и заформовать его. А это вот в виде колона. Такие цветочники. Они заформованы. Колона, она пластиковая форма. И цветочник пластиковая форма. А я вам покажу сейчас, как сделать форму с фармапласта. Ну, Лена сама озвучит. Это Ленин фильм. Ну, вот фармапласт это такой материал, с которым можно плавить и делать форму. И вы увидите такой подробный фильм. И, ну, как бы давно просили. Вот получилось мне этот фильм вам показать. Вот как сделать его барана. То есть вы его часто видите. А сейчас будет фильм о том, как сделать форму с фармапласта. Всем приветик. Сегодня я вам покажу отличнейший мастер-класс о том, как сделать форму. Как вообще происходит этот процесс. Для начала мы берем модель. Это готовая уже скульптура. Данная скульптура куплена в магазине сувениров. Это копилка в форме совы. Мы взяли ее, приклеили к фанерке. И надели на нее вот такой вот кожух металлический. Ну, красивше он не нашелось. Вот то, что было, с того и сделали. Теперь задача стоит закрыть все щели. Чтобы, когда расплавится фармапласт, он не вытекал. Фармапласт это вот эта страшная штука, которую сейчас папик режет. Это у нас старые остались запасы. Старые формы, которые уже давно не использовались. С применением не нашлось. Поэтому можно переплавить их и сделать что-нибудь новенькое. Чтобы лучше фармапласт переплавлялся, нужно его порезать на небольшие кусочки. Ну, чем меньше, тем лучше. Но папика терпения мало. Поэтому он как смог такими кусками взял и порезал. Теперь следующая задача будет состоять в том, что это надо взять аккуратненько, поставить на огонь и потихонечку варить. Варится это варево долго и на медленном огне, потихоньку-потихоньку, чтобы оно не сгорело. Вообще, в идеале, это должно вариться на паровой бане. Для этого берется две миски, в одну наливается масло, такое машинное моторное масло, а уже в другой варится вот этот фармапласт. Вот так вот папик по-быстрому сварил наше варево и заливает сверху аккуратненько сову. Вот прошло время и началось самое интересное. Нужно теперь ее разобрать. Так как резина достаточно липкая, все это достается проблематично. В итоге мы получаем вот такой вот красивый батончик. Посмотрите, какая красота. Это модель. Теперь, чтобы при заливке наша резина держала форму, нужно будет ей создать специальный такой жесткий кожух. Потому что она мягенькая, вот видно, что она разваливается в разные стороны. Чтобы в дальнейшем хорошо вытаскивались отливки, пришлось разрезать ее напополам. Не до конца, частично разрезать, чтобы легко все вытаскивалось. Здесь я уже показываю, как происходит процесс заливки. Я думаю, вам же интересно в итоге, какой там рисунок получился, насколько хорошо отпечатались перышки. Мне тоже стало интересно, поэтому я не стала дожидаться, когда появится уже нормальный стационарный кожух. И взяла, просто запихала ее в ведро, обложила тряпками. И вот хочу все-таки посмотреть, потому что мне тоже сдали уже нервы. Не могу терпеть. Хочу видеть, что же в итоге все получилось. Вот так вот видно, как тоже достаточно, но с усилием нужно будет вытаскивать. Но в итоге все, посмотрите, как красивенько получилось. В следующих сериях я уже вам покажу, как можно красивенько покрасить такую солушку. Покажу два варианта. Так что сегодня я уже с вами прощаюсь. Встретимся в новых сериях. Пока-пока.